Шиншилла Шуня Добрый или, может быть, задумчивый образ будет у нашей мышки. Сначала я набираю фон. Я хочу, чтобы моя шиншилла сидела на травке. Соответственно, мне понадобится зелёный фон. Моя первоначальная задача не оставить ни одного белого пятна на холсте. Таким образом, мы с вами будем легко принимать тональные решения. Белый цвет очень сильно отвлекает. По сравнению с ним всегда кажется, что всё недостаточно яркое, недостаточно светлое. Поэтому мы с вами сейчас от него избавимся. Я не заполняю фон одним цветом. Я стараюсь внести в него разнообразные оттенки. И цвета. Как мы уже с вами знаем, ближе к нам все цвета становятся более тёплыми. Дальше от нас цвета становятся более холодными. Передний план у нас будет более контрастный. Дальний план менее контрастный. Так, сейчас я делаю подмалёвок. Художники так называют первый слой. Фон. Основу, можно так сказать. В подмалёвке художник набирает основные цвета и основные соотношения. Закладывает все предметы. Так, сейчас мы с вами уберём лишнюю красочку. Здесь я кусочек не убирала, потому что там у меня будет мышка, шиншилка. Так, здесь где-то у меня будет голова. И так как эти зверьки такие пухленькие, вот где-то здесь у меня будет... Даже вот сюда мы сдвинем немножко. Нашу шиншилку. Потому что у неё ещё должен поместиться обязательно хвостик. Хвостик-кисточка. Хвостики у шиншилок очень интересные. Кисточки такие, как у львят. Так, ну и обязательно отличительная черта всех шиншилок это ушки. И убираем лишнюю красочку с того места, где у нас будут ушки. И лапки. Так, ну вот нашу шиншилку. Свою шиншилку я наметила. Постараюсь сегодня написать Шуню. У меня живёт дома не одна шиншилка. Это одни из моих любимых зверюшек. У шиншилы ещё есть женихка, с которым я вас когда-нибудь позже познакомлю. Красивый белорозовый мальчик. Так, ну а сейчас я хочу наметить основной контур моей мышки. Для этого я взяла светлый тон. Вы можете взять для себя какой-то более яркий тон, более тёмный тон. Но смотрите, чтобы он был не слишком тёмный и яркий. И не слишком густой. Чтобы потом вы могли его перекрыть. И сейчас нам с вами нужно наметить внешность нашего зверька. Маленький носик-пятачок. Глазонький. Обязательно появятся щёчки у нашей мышки. Наверное, наш чуть-чуть мы носик опустим. Здесь у нас пройдёт твердце. Ручки. Ручки будут что-нибудь держать. Скорее всего, это будет кусочек яблочка. Что у нас шиншилки больше всего любят? Мои шиншилки, допустим, любят фрукты. Пожалуй, фрукты больше всего. Фрукты и ягодки. Значит, здесь мы с вами закомпонуем какой-нибудь кусочек фрукта или ягодки. Которая Мария. Так, и хочу наметить ещё тут у меня появится несколько пальчиков нижние лапки. и здесь из-под пушистенького животика выглянут ещё несколько пальчиков. Сейчас я хочу взять кисточку среднего размера. для того, чтобы начать закладывать наверное, даже пошире немножко основные цвета. Я беру умбру натуральную. Добавляю немножко ультрамарина. И это у меня будет основной тёмный цвет. Чёрный цвет в своих работах я не использую. Пока мы с вами сейчас закладываем основной цвет. не должен быть он сильно тёмным. Потом мы с вами с помощью более рыхлой кисти попробуем показать текстуру нашего зверёчка. и фактуру пушёчка попробуем передать. И сразу же я закладываю основные пятнышки. посмотрим, какие части у нас светлее, какие темнее. будем добавлять оттенки. Сразу же я хочу обозначить глазки моей шиншилки. глазки мы видим не полностью. шерсть у мышек очень густая. Шерсть у мышек очень густая. Более детально. Сейчас наша с вами задача заложить основные пятна. шерсть у мышку. Шерсть у мышки очень густая. Шерсть у мышки очень густая. Щечки пухленькие у шиншилки. Воздушные такие, объемные. Вообще шиншиллы очень характерные, зверьки очень активные и интересные. Здесь у нас щечки у нашего зверька. Немножко темненькие добавляем сразу в тех местах, где это необходимо. Немножко потянем один глазик. И носик. Носики у всех шиншилок разные. У моей шуни, например, носик немножко розоватый оттенок имеет. Носики у них такие маленькие-маленькие, смешные, как пятачочки у Хрюши. Немножко. так и теперь с полкой у нас форма щечек дальше ушки ушки конечно же у всех шиншиллок разной длины в зависимости от породы и цвет ушек тоже разный у некоторых серенький у некоторых серенький с розовинкой у некоторых пород коричневые ушки у моей шумнички ушки серенькие поэтому я буду рисовать серые ушки напишем ушки даже добавлю немножко розовый оттенок очень получился розовый но сейчас я его перекрою и 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 продолжим дальше писать нашу шиншиллу и будет опускаться даже чуть-чуть мы сделаем были опущены линия еще мы увидим под лавка серенький и под второй и лавка все остальное часть у нас будет более светленькая здесь мы уже начинаем вводить светленькие тона брюшку моей шиншилки даже слегка кремовая чуть-чуть добавлю оранжевого цвета Здесь нужно обозначить контур морды. Здесь будет щелчка. И здесь щелчка. Этот цвет у нас появится с этой стороны. Немножко его разотрем. Вы можете помогать себе растирать сухой кистью или тряпочкой. Я привыкла это делать пальцем. Мне так удобнее. Я чувствую краску. Если вы не хотите испачкаться, используйте для этого дополнительные инструменты. Наш мышонок постепенно начинает преображаться. И тут сделаем ему улыбку немножко. Пушистенькие бровки добавим. И продолжим. Здесь у нас будет немножко темнее светлый цвет, но тем не менее он будет светлый. Шуншиллы очень веселые зверюшки. Очень игривые. Низ белой шерсти я делаю немного холодноватых оттенков. Ну а вверх тепленькие, желто-оранжевенькие тона. Здесь она шерстка. Будет тепленькая, беленькая. Яркая. Сейчас мы с вами попробуем написать шуншиллу. Я думаю, что этот зверек несложный. У всех получится. Основная форма здесь шарик. Маленькая лапочка будет. Если у вас есть желание, можете сделать портрет своего питомца. Или просто нарисовать красиво маленького зверика. Так, ушки я хочу немножко высветлить, чтобы их выделить. Там будет у меня лампочка. Мне нужна кисточка с темной красочкой для того, чтобы сразу и темные участки отмечать тоже. На нашей работе. Так, здесь у нас должна появиться лапка. И темненькое брюшко. Так, а эта лапка у нас пойдет вот так. И здесь впереди у нас появятся уже пальчики. А здесь у нас с вами пальчики будут вот так вот расположены. И сразу нужно придумать, что будет держать в ручках ваш зверек в лапках. Или он будет просто держать лапки вместе. Пока мы закончим. Пока мы закончим писать основную фигуру нашего зверька, можно придумать. Я еще, если честно, даже не решила. Что будет держать в ручках в лапках наш зверек. Так, а вот здесь вот мне нужно прям поставить яркий-яркий кусочек света. Здесь, где наша лапка. Нам ее нужно обозначить. Нижние лапки у шиншилок немножко похожи на ножки кенгуру. По крайней мере, у меня такая ассоциация. Чуть-чуть кусик подсветить. И саму лапку. Пальчики мы на ней выделим потом. Вы все, наверное, замечали, кто видел этих зверьков вживую или, может быть, фотографии, что у нас спинка у шиншилок темная, верхняя часть, а нижняя часть у шиншилок светлая, брюшко, лапки. Это в стандартном варианте окраса. Конечно, сейчас есть уже много пород, у которых окрас отличается. Мы с вами сегодня пишем стандартную шиншилку стандартного окраса. Если вам понравится писать шиншил, и кто-то захочет продолжить написание этих зверьков в совместных мастер-классах со мной, то я для вас сделаю мастер-класс с другими породами мышек. И уже по ходу начинаю немножко прописывать детали. Самое важное, что мы должны с вами сделать, обозначить хвостик. Хвостик у шиншилок кисточкой, как у львят. Но хвостики тоже разные. У некоторых шиншилок больше кисточки, у некоторых меньше. У кого-то более пушистенькие, у кого-то менее пушистенькие. У моей шиншилки кисточка достаточно пушистая на хвосте. Поэтому... Сейчас мы ее наметим. И хвостики у них неравномерно пушистые, а расширяются только к кончику. Продолжение следует... Какие-то нюансы сейчас мы поправим фоном. И сразу уже хочется немножко подробнее поработать с фоном. Здесь по поле свет фон. Ближе к верху добавим немножко холодного. Такого небесно-голубого оттенка. Такого небесно. Такого небесно-голубого оттенка. Какой фон за нашей мышкой. Чуть-чуть. Здесь хочется немножко подсветить. Может быть чуть-чуть даже добавить тепленького оттенка. И холодненького. И холодненького. Вы себе можете выбрать совсем другую. Здесь я вам покажу свои фантазии на тему шиншил. Вы допустим можете все видеть совсем иначе. В своей работе. Здесь у меня будут какие-то намеки на травки. Мне хочется, чтобы моя шиншилка была где-нибудь на природе. Какие-нибудь травы растут. Так, мы немножко несём сюда каких-то. Травочек. Написать яблочко в лапках вяленого. Дольку. Вот так обозначим. Теперь добавим немножко цвета. Яблочные сушки это одно из любимых лакомств моего зверька. Поэтому я решила изобразить свою шиншилу в лапках с яблочной сушкой. Сделаем более тёмную корочку. Также обозначим место, где семечко находится. Теперь нам с вами нужно отметить лапки. Сейчас вот здесь вот будут находиться пальчики. Мои мышки. И вторая лапка. И вторая лапка. Вот наши лапки расположены. Начинаем по чуть-чуть уже прописывать подробности. Добавляем шерсть. Добавляем пальчики. И коротенькими мазками. Такими мы с вами обозначаем. шерсть нашего зверька. Здесь, например, тушь кокушок. И немножко хочу сделать маленькую такую улыбочку. Показать, что наш зверёк счастлив. Он доволен на природе. Показать. 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 И здесь у нас будет яркая полосочка. Сейчас мы отмечаем самые яркие места, где самые светлые пятна присутствуют на шерстке нашего зверёчка. Лишнюю красочку уберём с кисти и приступим к более тёмным местам. Сейчас, когда у нас уже основные все соотношения мы с вами заложили, они уже все есть, мы занимаемся деталировкой. Начинаем прописывать более подробные детали, добавлять какие-то элементы в шубку нашего зверька. И хотелось бы добавить теперь тёмного цвета. Продолжение следует... Так... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ... есть ощущение что у этого ушка немножко можно больше открыть и вот здесь немножко более мягкий переход и здесь тоже несем чуть-чуть больше серенького и слегка розоватый оттенок наша мушка дальше мордочка вот тут у нас где носик там прям вот нам хочется обозначить немножко темненьких темненьких таких вкраплений пожалуй я возьму сейчас тонкую кисть для того чтобы обозначить более мелкие детали носик у нашей шишки обязательно здесь появится носик и 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 На этом этапе мы уже работаем в основном только с деталями. Теперь щечка будет более светлой. Здесь мы уже сделали объемную щечку. Теперь очень важно нам вот здесь сделать такие складочки светленькие. Немножко их прижать. Показать таким образом, что наша внутренняя шерстка... У шиншиллы волосинка неравномерно светленькая или серенькая. Она к самому корню более светлая, а кончики шерстинок более серенькие. Поэтому, когда собираются складочки, отчетливо становится видно пушок светленький и темно-серенькую сверху шерстку. Этим окрас шиншиллы интересен. Так, здесь у нас сами лапка нижняя находится. Сейчас мы ее подсветим. Слегка объединим пальчики. Здесь немножко... Покажем, что-то... У нас лапка из пальчика. Пальчики у шиншиллы прям ну совсем как у человечка. И лапками они все держат практически так же, как и люди. Маленькими пушистыми пальчиками. Мы их обозначим. Так... 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 Двaddinкоп Продолжение следует... 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 прячется в тени а шума будет сететь на земле маленьком таком земляном островке в окружении травки у вас фон может быть я сюда добавляю и немного фиолетовых оттенков немного голубых оттенков где тени что вы иногда вот захожу за травку чтобы показать что здесь у нас травка растет между землей непосредственно под зверьком делаю более холодные тени и и Обязательно у меня сейчас здесь на переднем плане появится несколько травинок, очень ярких, которые будут и красноватый цвет у нас появляется, и более фиолетовый. Так, более холодный и более теплый в некоторых местах. Может здесь какие-то камушки. Так, потом нужно поправить травку на дальнем плане. Здесь еле-еле видны такие бледные травки, я добавляю травинки для того, чтобы показать силуэты травы на дальнем плане. Так. 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 6000 глазки, где-то за зверьком можно добавить несколько травинок. Так. 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 И теперь травки наши на перенем плане. Сделаем такие пучки травинок. Травинки не должны быть очень узкие. Так как шиншилла у нас, зверек, не маленький, и относительно ее размера травки тоже будут достаточно широкими. Так, обозначим пучков с травкой. Может быть, куда-то даже сюда какая-то травка у нас случайно попала. И темную травку мы с вами уже обозначили. Сейчас еще несколько темных травинок у нас с вами будет. И обязательно вверху, подсвеченное солнышком, у нас будут с вами светлые травинки. Такая вот фантазия на тему шиншиллы у нас получилась. Несколько ярких травинок, на которых совсем попало солнышко. Вот так вот и сейчас чуть-чуть с вами вытянем первый план. Вот такая вот шиншилка у нас на с вами сегодня. Сегодня получилось. Я думаю, что у вас получится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши просьбы, предложения. Мы все будем учитывать при съемке следующих видео. Спасибо большое за внимание. Большого творческого вдохновения. До свидания.